Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. В нашем техническом выпуске мы сегодня будем делать кучу всего по лотке. Как я вам уже показывал, мы стоим наверху, в таком шипьярде. И первая задача, с которой мы сейчас столкнулись, и то, что будем делать, это замена всех бушенов, замена всех втулок на переруля. Для этого мы будем сейчас сбрасывать радар, как мы его когда-то в Кении топили под воду, и он, кстати, плавающий, то сейчас мы будем его просто опускать вниз с лодки. Для этого нам нужно сделать следующее действие. Так, вот это у нас вся система, вот это перо руля. Оно упадет вниз, но перед этим нам нужно будет открутить автопилот и открутить сам вот этот сектор, который, собственно, рулями и крутится. Вот, то есть, ну что, берем и поехали крутить. Для того, чтобы перо руля не упало вниз, нам его нужно предварительно зафиксировать. То есть, мы сейчас откручиваем вот этот аварийный лючок. Вот, вы видите, там такой сегмент идет, вот именно шпилька посредине. Мы сейчас за нее зацепимся, просто на всякий случай, для того, чтобы у нас рудер не упал вниз. Так, ну, поехали. Начинаем откручивать сектор. Так, ну, для того, чтобы открутить вот эту вот гайку, нужно сначала снять один из тросов. Поэтому вот эту штуку надо будет откручивать сейчас просто обычным рожковым ключом. Идем дальше. Снимаем вот эту вот штуку. Два болта, которые заварены, чтобы не крутились. И получается, мы сняли сейчас только левую сторону. То есть, вот она. Эта часть готова. Теперь переходим к второй, к правой. То есть, откручиваем сначала раз и потом два. Ну что? Эта часть снята. Эти болты сняты. Далее остался задний сегмент. Все, снято. Эта часть у нас готова. Теперь откидываем ее туда чуть-чуть в сторону. Теперь снимаем автопилот. Раз. Снято. Снимаем шайбу. И снимаем, собственно, ногу автопилота. Так. Снимаем угол положения рудера. И теперь нам осталось вот эту часть. Хорошенечко закрепить. И снять автопилот. И тогда весь рудер упадет вниз. Так. Так. Это есть. Это закреплено. Рудер наверняка теперь не упадет. И просто вот так вот его крепим для того, чтобы он, если что, потом повис. Поехали дальше. Откручиваем вот эти вот. Так, гаечки. И вынимаем, собственно, сами оськи. Так. Раз. Сейчас ее надо будет почистить и гальваникой вскрыть. Это готово. Далее. Вторая задняя. Такс. И это есть. Все. Теперь наша первая руля не держится здесь больше никак. Надо его подавать вниз. Ага. Черт. Ну, так не получилось. Надо будет, чтобы снизу его кто-то подпер, просто взял, а я его спущу. Короче, вот. Ни хера не получилось. Перо вниз идет. Но мне не хватает. Не запачкать полированные борта. И не хватает полированные борта между бортами и страйпами прокладывают бумажку. И так делают со всеми четырьмя полосочками. Это для того, чтобы на 20 секунд поднять лодку, чтобы я поменял вот эти вот штуки. То есть мне нужно вот эти убрать. То есть не хватает, ну, наверное, сантиметров 30. То есть это нужно просто чуть-чуть поднять, теснять, эти поставить и, собственно, все опустить. Вот для этого столько мороки люди делают с этой бумагой для того, чтобы не поцарапать полированный корпус. Все это можно было, конечно, делать, когда уже лодку скидывать на землю. Но бесплатный сервис. Я предпочитаю скидывать лодку, когда уже рудер установлен. Так, эти уже натянуты стропы. И это все ради 15 секунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот, собственно, и вся задача. А теперь опускаем обратно. Обратно ставить задача тоже такая достаточно сложная. Ну, вот, вроде ставят уже. Этот выточен не сильно. Есть, но это как бы нормальная его работа. Меня вот эта часть не смущает, потому что она работает по площади. А это прямо вот гнутая и уже полностью такая. В два раза тоньше, наверное. Запах от этого дизеля просто адский. Такое, вот, умери, умри сейчас. Так, ну, вот эта штука установлена. Так, старый бушин, который конкретно изъеден. Сейчас вместо него ставим новый красивый. А вот новый. Между прочим, вот эти вот штуки, это Benito. Стоимость комплекта верхний и нижний 220-250 евро. Ну, они ходят много, потому что они сделаны из хорошего материала. И почти нет свободного хода, что идеально, то, что надо. А теперь сверху сюда одеваем steering system автопилота. Так, эту всю штуку теперь надо чуть-чуть приподнять и будет все хорошо. Так, ну, вот, я взял веревку и через блочки вытащил его. Просто мне буквально надо на сантиметр поднять, этого будет достаточно. Вот, все, эта штука вот здесь вот идет наверх. Так, эту одеваем. Там видно отверстие. Вставили. Теперь берем вторую часть. Где-то она, надеюсь, не потеряна. Вот она. Так, все. Это есть. Нет, какая-то криво. Наверное, не так. Наверное, вот так. Все. А теперь берем и стягиваем ее вот шпильками, которые у меня уже были из прошлого раза переделаны. Так. 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 так ну вот автопилот уже прикручен сейчас одеваем туда на него все эти сопли от автопилота и продолжаем собирать собственно сам сектор так это сама штанга автопилота вот это угол положения пера руля вот собственно сам прибор вот когда у нас вращается баллер эта штука вот она и так управляет а там внутри находится вот здесь реостат который показывает угол на который повернут собственно руль почти плоскогубцы так все автопилот готов теперь продолжаем заниматься с этой всей фигней одеваем сектор но для начала снимаем все строки так сейчас мы это все соберем в один кусок а потом уже будем его регулировать по высоте так все теперь на это все скручиваем вот у нас вот это вот дырочка отверстие нужно чтобы вот эта вся система соединилась но сюда нужно будет вставить сейчас pin и на этот pin мы одеваем собственно сам сектор вот так так вы видите сверху зазор его отсюда видно и вот мы стягивая вот эти вот болты регулируем зазор то чтобы он приблизительно был одинаковый может быть на самом деле не одинаковый но тогда будет большая нагрузка на крепежные элементы поэтому мы ее сейчас убираем теперь самая большая фигня это одевать сюда троса просто ненавижу блин так стрессами история какая нужно вот там вот его видно прошел через нижний сегмент барабана вышел вот сюда я надеюсь что именно через нижний а правый наверное мы запустим через верхний но надеюсь так получится я уже не помню еще прикол в том что здесь левая резьба на гайках нужно не забыть потому что эти гайки не накручиваются никуда и можно их конечно пытаться туда очень закручивать так сейчас мы его просто поставим а потом уберем свободный ход с рулей так снова троса одеты я их пока не регулирую сейчас будем ставить на место рули и когда рули будут на месте стоять тогда можем будет отрегулировать свободный ход и биение тросов на рудере просто это сняли это сняли шпонку одеваем так что чем-то постучать ну все руль одеваем ban аааааа у нас Вуаля! И так же второй Так, а теперь давайте рассмотрим один важный момент Как проверять натяжение тросов на рулях и на радере Значит мы идем сейчас на штурвал и делаем вот так И смотрите, практически движение не передается Это значит, что этот штурвал нужно подтягивать, потому что эта вся система гуляет на тросах Этот, у него ход есть, меньше, но вот передается любое усилие на перо Этот надо немножечко отпустить, поэтому правый отпускаем, левый подтягиваем Этот идеально Так, все, собрано, контрящие гайки одеты, тут одета, натяжение тросов проверено Все, да не все Включаем автопилот, проверяем его работу Ждем пока запустится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, совпадает? Ну что, сверху стало с радаром все понятно Там мы все закрепили Давайте посмотрим, как же он живет И как он себя чувствует внизу Так, я вам уже говорил, что у нас болтается радар И мне сказали чинить его вот такой вот штукой Вот Marine Adhesiv Ceyland 5200 Вот это критическая величина Короче, оно когда застывает, становится таким просто камнем Таким куском пластика, очень крепкая штука Поэтому сейчас будем эту всю хрень мазать И собирать все в одну большую кучу Ну что, другие подруги, подружата У нас должен был герметик, который вот этот 5200 засохнуть Идемте проверять, насколько болтается у нас или не болтается радар в лоте Итак, проверочка О, ес! Он вообще не болтается! Он вообще не болтается! Клево, 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 клево Я доволен А теперь собирать опять и регулировать все по новой Мерда Ну, естественно, как вы понимаете, у нас же здесь все уже опять разобрано И это все по новой опять собираем То есть нужно было его разобрать Скинуть Заклеить Засунуть И теперь опять собрать Я ненавижу, когда я уже сделал хорошую работу Все отрегулировал Потом оказывается, что все надо опять переделывать Ну, целевик, к этому нужно относиться философски Яхтинг, он такой беспощадный Это расстояние и вот это вот должны совпадать Теперь дальше одеваем верхний сектор Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, проверочка Оуу, люфт огромен Вот видно даже, как ходит трос Вот это вот сейчас люфт Так, понятно Левый руль подтянуть Идем на правый Правый руль подтянуть Это хорошо Этот И этот хорошо Мазель то Ну что, а теперь проверяем автопилот Ждем пару минут для того, чтобы запустилась система Так, проверяем 0 Положение 0 Все работает Теперь еще проверяем автопилот курсовой Так, налево едем Направо едем Ставим в 0 Ну, все работает наконец-то Итак, у нас очередной технический выпуск подошел к концу Мы поставили радар Проверили его работоспособность на автопилоте На воде проверим, когда спустим Но это, я думаю, уже в данном видео мы рассматривать не будем Оставайтесь Проверьте, поставили ли вы лайк И подписаны ли вы на наш канал И до новой встречи Пока